Приветствую вас! И информации вы предоставили немного. Соответственно, не хотелось бы делать предположение, что именно девушка ищет в этих самых загулах, почему она врёт. Рисом предложить только, что данное детство, её история, её жизнь не даёт ей покоя. Вполне вероятно, что сейчас она опасается, боится, что её жизнь поменялась в не лучшем сторону, что, да, личная жизнь наладилась, тут вы правы, но есть ещё другие проблемы, кроме личной жизни. Эти другие проблемы заключаются в том, что девушка, возможно, чувствует себя зажатой, чувствует себя несвободной, и эта неосвобода толкает её на такие поступки. Вы знаете, вы не написали ситуацию подробно, сказали, что это очень длинная история. На самом деле, вам важно не ситуацию написать, вам важно свой допрос сформулировать, чего бы вы хотели. Наверное, вы бы хотели наладить отношения с ней. Наверное, вы хотели бы, чтобы она не уходила так, не гуляла, где попала, да, не заводилась в полпичка, как вы написали. И это, наверное, и является вашим желанием на сегодняшний день, на данный момент. Как сделать так, чтобы девушка изменила своё поведение? Ну, во-первых, и самое главное. Я надеюсь, мы с вами придём к такому общему решению, что как-то заставлять человека, взрослого человека, что-то делать, да, не имеет смысла, потому что она сама знает, от чего она хочет, она прекрасно понимает, что ей нужно, она сама даёт себе в этом отсчёт. И я думаю, что чем сильнее вы будете её поставлять, тем больше у неё будет защиты и сопротивления. Значит, для начала, повторяйтесь принять всё то, что она делает. То есть, просто вот принять, сказать, ну, хорошо, я вижу, что тебе это нравится, давай ты пока будешь так делать. Но, при этом, при том, что вы не соглашаетесь, вопрос о том, как жить вам в этой ситуации, как вам реагировать на её загулы, как ребёнку жить в этой ситуации, как ребёнку реагировать, как ребёнку вообще обеспечить нормальное существование, нормальное развитие, эти вопросы не могут быть сняты, потому что они важные, они животрепещущие, и об этом нужно девушку спрашивать. То есть, вам нужно задавать ей вопросы, но какого плана? Касательно того, что она делает, не надо, потому что, ну, понятно, она не откажется делать то, что делает, до тех пор, пока не будет достигнут ряд условий. Каких именно условий, мы скажем чуть позже, а пока немножечко про вопросы. Но нужно задавать ей вопросы. Вот как вести себя мне? То есть, какое место ты отводишь мне в своей жизни? Как мне реагировать на то, что ты делаешь? То есть, формально, получается, что ты можешь, там, мне изменить, да, пусть и не, там, специально, но, мало ли, там, будешь гулять, выпьешь, что-то, там, не будешь отдавать себе отчёт, что делаешь, и, в общем, изменишь. То есть, я чувствую себя бросивым, я чувствую себя покинутым. Что мне с этим делать? Такой вопрос, первый, вам нужно задать девушке. Второй вопрос, ребёнок, то есть, вот, просить её, вот ты, как мать, чувствуешь ответственность к ребёнку? Как по-твоему, должен ребёнок видеть свою маму? Должен ли он проводить с ней время или нет? Тем более, ночью, да, когда, в принципе, надо спать. Как она относится к вам и как она относится к ребёнку? Вот что нужно выяснить для начала. Если она вас любит, любит вас, любит ребёнка, то тогда можно что-то предпринимать. Предпринимать что-то хорошее, что-то позитивное. Можно прийти к какому-то решению, к какому-то выводу. Можно найти какой-то компромисс, если человек, если человек, а заботит то, что вы чувствуете и чувствуете ребёнок. Дальше. Следующий важный аспект по поводу условий. При каких условиях человек мог бы перестать, ну, вот, менять, менять, перестать уходить на улицу, да, и перестать быть заведённым? Значит, что есть заведённость? Заведённость есть нервное напряжение, моральное напряжение. Заведённость есть наличие внутренних противоречий, внутренних конфликтов. Эти внутренние конфликты нужно вам выявить. То есть спросить, дорогая, вот я заметил, что в последнее время ты, ну, как бы, очень сильно напряжена. А что тебя волнует, что тебя беспокоит? В принципе, кое-что вы написали, да, что родственники учат её жить. Поговорите с ней про родственников, а вы будете объяснить ей, что они сейчас просто-напросто за счёт неё пытаются утвердиться. Само утвердиться. Попробуйте поговорить с ней, что именно её разращают, и пытайтесь оставить её на тот путь, чтобы она не обращала на них внимания. Родственники говорят и говорят. Они живут не с вами и никак не влияют на то, что она делает. Далее, если у неё есть психодравма, то что в детстве у неё утонула мама, да, если есть психодравма, то с этой психодравмой нужно работать, конечно. Но здесь момент сложный, нужно понимать. Но человек из-за, скорее всего, проблемы не осознаёт. То есть для него этой проблемы нет. И вы, поскольку, поскольку, сможете на таю человека понять или осознать, что точно произошло с ней в детстве, может как-то на неё влиять. Сложно, да. Но, тем не менее, это необходимо. Следующий и самый главный момент, о котором нужно сказать, включается в том, что девочка чего-то хочет. Она чего-то желает. У неё есть какие-то стремления, какие-то мотивы уходить на улицу. Что-то она там ищет. Ну, и понять, чего она ищет, чего она хочет. И подумать над тем, как ей это дать. Как обеспечить ей то, чего она хочет, но не в рамках улицы, а в рамках вашего, ну, скажем так, семейного круга. Потому что вы живёте с девушкой, да, у вас ребёнок. То есть понятно, что вы ещё не замужем. Она не замужем. Вы не женаты. Но, тем не менее, есть определённые обязательства, которые вытекают из совместного проживания. И нужно понять, чего девочка хочет. И в зависимости от того, чего она хочет, нужно ей постараться это дать. И вот тогда, когда вы ей это дадите, когда вы попробуете осуществить её желания, удовлетворить их, будет понятно, как она относится к вам. Но, если речь идёт действительно о некоторых желаниях, если речь идёт действительно о том, чтобы как-то получить то, что нужно человеку лично для себя, что вы, дав ей это, прекратите её походе на улицу. Если всё равно, несмотря на то, что вы её желание удовлетворите, она всё равно будет гулять, всё равно будет уходить, то, наверное, женщина, ну, она не очень-то сильно дорожит вами и ребёнку. Те, кто воспитаны в детском доме, собственно говоря, имеют некоторые проблемы с воспитанием детей, потому что им любовь не появили, их недолюбили, и они сами не могут дать ребёнку того, что нужно. И, понимаете, эти моменты нужно прорабатывать с вашей девочкой, но она, вероятно, не хочет. Если она не хочет, её не доставить. И, соответственно, либо вы удовлетворяете её желание и смотрите на её отношения, надеясь на то, что она изменится, она станет лучше, либо делаете выбор в пользу расставания с ней, потому что ничего хорошего из этого не получится. Что делать с ребёнком, я думаю, вам предстоит в таком случае решиться самостоятельно. Вероятно всего, вероятнее всего, ребёнок останется жить с тем родителем, с которым ему лучше. Если вы не заключали брак, то заместного имущества у вас также нет, и вы относительно легко разойдёте. Но, я прошу вас для начала, прежде всего, сформулировать свой вопрос. Чего вы хотите? Что вам нужно? Как вы, какой у вас запрос именно к нам? Потому что спектр проблем очень большой, касающийся девушки, касающийся вас, вашему поведению, отношению к ней и так далее. И, чтобы дать максимально полные рекомендации, нужна подробная история. Нужен подробный разбор, нужна работа. Работа с вами, возможно, работа с девочкой. Если девушка вас любит, если вы видите, что она нас любит, если вы видите, что она любит ребёнка, значит, отношения можно гармонизировать. То есть, сохранить их. Для этого необходимо вам менять своё поведение. Вам, потому что вы обратились к нам. Вам, как инициатору, как субъекту стремления сохранить отношения этих. Для этого нужно что-то делать. Чтобы сохранить отношения, нужно трудиться. Это труд. И весь вопрос в том, готовы ли вы трудиться. Готовы ли вы вкладывать. Готовы ли вы бороться за отношения с девушкой. Если да, могу вам помочь. Если нет, ну, такой ваш выбор. На основании одного такого вот вопроса, который вы задали, и на основании одного ответа, что бы вам ни сказали, что бы вам ни написали, нельзя изменить вашу ситуацию в целом. Потому что, вот я вам какие-то общие моменты дал, да? Одни вам, в принципе, могут помочь, если вы будете им следовать. Но вы это прослушаете и забудете. Потому что у вас ведь своя жизнь, правильно? Вы будете жить так, как жили до того, как послушали меня. И, понимаете, вся проблема в том, что для того, чтобы человек уяснил для себя важность изменения своего поведения, нужно неоднократно работать. Я вас здесь не вызываю, на самом деле, и не заманиваю. Я просто хочу сказать, что для реального изменения требуется работа. Вот и всё. В принципе, это видеозапись. Вы можете эту запись прослушать несколько раз. И не один десяток раз. Самый странный. Я её не удалю. Вы можете её слушать сколько угодно. Если вам это поможет, то хорошо. Но я настоятельно рекомендую вам обратиться, если не ко мне, то к любому другому специалисту, рассказать ему подробную историю, сформировать какие-то рекомендации с ним по гармонизации ваших отношений, по стратегии вашего поведения, по направленности вашего поведения, дабы не усугублять ещё больше ту конфликтную ситуацию, которая у вас сейчас происходит. Что это? Может быть, как вам сказали эксперты, это вот синдром спасителя. И девушка ищет какой-то глоток свежего воздуха. Может быть, что-то ещё. Предположениями заниматься не будем. Мы будем работать. Поэтому, что делать, взять вам. А общие рекомендации я вам дал. На этом всё. Надеюсь, что вам понравился мой ответ. Если да, то сделайте его лучшим. Пожалуйста, буду благодарен. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку. Помогу вам. Желаю вам всего доброго. И вот так, удачи.